Всем привет, с вами Марисен и сегодня у меня видео про здоровье. Я думаю, что это будет совсем необычное видео и оно вам понравится. Я его снимаю в элитном фитнес-центре, потому что здесь всегда сидит моя подруга Юлия Богданова. И я хочу, чтобы вы узнали про здоровье или про питание, что-то новое. И мы будем делать сегодня необычные процедуры, которые я ни разу не делала. Ну что, заходим? Привет! Это моя подруга Юля. Мне хочется поделиться с своими зрителями, как же правильно питаться, потому что, если честно, я не очень слежу за питанием. Почему у тебя такая хорошая фигура? Хотя у меня тоже как бы норм. У тебя потрясающая фигура. Но все равно, за ней надо следить, даже если ты худенькая. Я обычно утром либо омлетик какой-нибудь заказываю, либо, может быть, сырники. Но обязательно слежу, чтобы это было полноценно. И углеводы, и белки. Это очень важно. Утро начинать полноценно, чтобы организм зарядился энергией, чтобы был готов к работе. Мне очень сложно дается завтра. Почему? Ну, потому что я не могу себя заставить покушать утром. Вот я сегодня съела бутерброд, и, не знаю, мне плохо. Не люблю я завтракать, но я понимаю, что это очень полезно. Но хотя люблю овсян. Я думаю, твоим зрителям тоже будет интересно, как строится твой день вот именно в плане питания. Каждый день я должна съесть суп. Это вот для меня жидкое, для меня это все. Если я не ем суп, мне очень плохо. Мне болит живот. Да, а что это за чай? Это мой, кстати, любимый чай. Знаешь, я каждое утро начинаю с такого чая. Здесь имбирь, мед и лимон. Почему имбирь? Он очень обычный. Я тебя предупреждала. Я ненавижу таблетки. И вот как раз, чтобы организм работал, никогда не болел. Имбирь он очень стимулирует к тому, чтобы не болеть. Зато болеть не будешь. Пей. Кстати, вот, это тебе. Это очень плохо, что ты не завтракала. Тебе надо позавтракать. А что это за салат? Это салат, тоже мой любимый, из трех капуст. То есть здесь три вида капусты и, что самое главное, небольшая порция куриной грудки. То есть это и белок, и сложные углеводы. Попробуй. Я не знаю, что пробовать. Ты мне и салат принесла, чтобы я попробовала это, а я не завтракаю. Имбирный чай, это, конечно, что-то, знаешь, необычное, но я не знаю. Я такое вообще никогда не пробовала. Вот попробуйте вообще. Попробуйте. Попробуешь? Как вообще ты тренируешься-то? Откуда сила, если ты ничего не ешь? Не знаю, откуда сила, но я ем, но очень мало. Я согласна, что это очень плохо. Кстати, салат очень вкусный. Но я реально забила на это все. И вы всегда следите за здоровьем. Следите за тем, как питаетесь, потому что это очень важно. Я вам обещаю, что я буду Мари постепенно приучать к здоровому питанию, чтобы сохранить ее для вас такой молодой, здоровый и красивый. Утром ты всегда должна кушать либо какой-нибудь омлетик, салатик, сырники, что-то смешать, белки с углеводами. Но в обед, конечно, лучше всего покушать что-то такое более полноценное. Супчик это правильно, но и дополнить какими-то, может быть, котлетками, запеканочкой. Ну, это очень-очень важно. А вечером, если ты хочешь поправиться, то это опять надо что-то съесть. Да, я хочу поправиться. Какой-то салатик больше. Если сохранить фигуру, чтобы организм работал, то это уже белок. Я хочу сейчас попробовать батончик и имбирный чай. Вкусно? Да, как шоколадка обычно. Я помешана безумно на Японии. И что мне нравится, что... Да, я знаю, она очень помешана на Японии. Да, мне нравится, что здесь такая есть программа долголетия. Как раз я хочу показать, что маленький мой тебе подарок. Пойдем посмотрим. Пойдем. Мы сейчас идем на одну процедуру, которая называется барокамера. Барокамера? Да. Перед барокамерой обязательно надо пить вот эту воду. Это водородная вода. Без нее нельзя эту процедуру делать, потому что водородная вода, она как антиоксидант выводит у тебя из организма все самое вредное. То есть ты сейчас пьешь, и дальше мы тебя идем, кладем в нашу барокамеру. Интересно, что там будет? Держи. Пойдем на процедуру. Идемте вместе все. Я пережила. Вот я вижу там что-то. Вот покажи, покажи, пожалуйста, что за Юлей. Да не бойся. Ну это сегодня же барокамера. У нее просто есть такая история, как я ходила в солярии. Это была ужасная история. Я оттуда убежала через одну минуту. Смотри, ты должна будешь лезть просто туда внутрь. Мы тебя закроем, и почувствуешь такое, знаешь, как будто бы взлетаешь в самолете чуть-чуть, уши будут закладывать. Ну это не страшно. Если вдруг что-то почувствуешь некомфортно, вот сюда стучишь, и мы тебя вытащим. Не страшно. Точно вытащим. Ты кончишь. Пока. Я боюсь. Нет, я уже боюсь. Меня закрыли. Я боюсь. А сколько минут? Пять минут. Не у каждого есть водородная вода, как у японцев, но хотя бы обычную воду старайтесь пить. Это на самом деле очень полезно, и вы почувствуете, что и сил больше станет, энергии, и общее состояние у вас улучшится. Не зря ведь нам врачи даже советуют, да, что каждый день надо пить не менее полутора литров воды. Я лечу в самолете. У меня заложили уши. Надо домой такую штуку. Ура. Я жива. Я, если честно, была только что в ней. И я думаю, кто такого не делал, вам бы тоже понравилось очень. Вместо завтрака можно такую штуку? Вообще, когда я лежала, ну, когда вы меня закрывали, такое ощущение, что я сейчас все умру. Я не ожидала, что она будет подниматься. Я начала себя накручивать, и думаю, боже, вдруг я сейчас сознание потерю. Я всегда себя накручиваю. У тебя есть такое? Накручиваешься, нет? После солярия все. А ты мне рассказала, что это с солярием-то случилось? Почему ты не боишься? Ну, я пошла в солярий и подумала, из-за того, что я темная, солярий взорвет. И все, после этого я больше не ходила. На две минуты пошла. Ну, после одной минуты убежала. Ну, странно. Это, на самом деле, столько много энергии и хочется спать. Не знаю. Ну, вот какое-то необычное чувство. Я думаю, каждый человек должен такое чувство испытать. Это, знаете, как вы летите на самолете. И у нас еще есть процедуры. И я не знаю, что будет с моим лицом. А Юля все знает, как всегда. И я не знаю, что будет дальше. Но вы можете перейти по ссылке в описании на Юлин канал, и вы все узнаете. Я знаю, что вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх, вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. С вами была Марисен и моя подруга Юля. Пока на связи через камеру. Икс. О.